Половое созревание Половое созревание – это процесс изменений в организме подростка, в средстве которых он становится половозрелым и способным к продолжению рода. В общем, задержка считается, если половое созревание не наступило у женщин к 13 годам, а у мужчин к 14. Гипоталамогипофизарно-гонадная ось – это система гормональных сигналов между гипоталамусом, гипофизом и гонадами. Гонады – это яички и яичники, они контролируют половое развитие и репродукцию. Гонадотропин-релизинг гормон выделяется в портальную систему гипофиза, которая представляет собой сеть капилляров, соединяющих гипоталамус с гипофизом. Когда гонадотропин-релизинг гормон достигает гипофиза, он стимулирует клетки передней доли гипофиза, называемые гонадотрофами, для выделения гонадотропиновых гормонов, такие как лютеинизирующие и фолликулостимулирующие гормоны, которые затем попадают в кровь. Эти гонадотропины затем стимулируют гонады на выработку половых гормонов. Это эстроген и прогестерон у женщин, а тестостерон у мужчин. В начале мужского развития тестостерон помогает гениталиям развиваться и заставляет яички опускаться из брюшной полости в мошонку. Начиная с периода полового созревания, клетки лейдига яичек реагируют на лютеинизирующий гормон, больше превращая холестерин в тестостерон. Кроме того, клетки сертоли реагируют на фолликулостимулирующий гормон, производя больше сперматозоидов. Основными половыми гормонами у женщин являются эстроген и прогестерон, которые вырабатываются фолликулами, которые разбросаны по яичникам. Каждый фолликул яичника состоит из кольца гранулезных и текоклеток, окружающих первичный аэцид в его ядре. Начиная с периода полового созревания, клетки тека реагируют на лютеинизирующий гормон, производя андростендион или андроген. Затем гранулезные клетки реагируют на фолликулостимулирующий гормон, превращая андростендион в эстроген и прогестерон. Эстроген и прогестерон регулируют ежемесячные изменения строма яичника, пособствующие созреванию яйцеклетки и овуляции, а также изменяют слизистую оболочку стенки матки как часть менструального цикла. Повышенное производство половых гормонов стимулирует развитие первичных и вторичных половых признаков, которые мы наблюдаем в период полового созревания. Первичные половые признаки – это гениталии, которые являются органами, непосредственно участвующими в половом акте. К вторичным половым характеристикам относятся любые физические характеристики, специфические для пола, которые не имеют прямого отношения к половому размножению и не являются необходимыми, например, лобковые волосы или грудь у женщин. Шкала Таннера или стадии Таннера – это предсказуемый набор стадий, которые проходят мужчины и женщины по мере того, как они развивают первичные и вторичные половые признаки. Шкала Таннера основана на двух независимых критериях – появление лобковых волос у обоих полов, а также увеличение объема яичек, размера и длины полового члена у мужчин и развития груди у женщин. Выделяют пять стадий. На первой предбубертантной стадии лобковые волосы отсутствуют у обоих полов, у мужчин маленький пенис и яички, а у женщин плоская грудь. На второй стадии появляются редкие волосы на лобке и заметное увеличение яичек, а также появляется железистая ткань молочных желез. На третьей стадии волосы на лобке становятся грубее, половой член начинает увеличиваться как в размере, так и в длине, образуются грудные бугры и появляется окрашивание ореолы. На четвертой стадии лобковые волосы начинают покрывать лобковую часть, половой член начинает расширяться, происходит выступание ореолы и соска над грудной железой, ореола интенсивно окрашивается, а также выступает в виде второго конуса на тканью молочной железы. На пятой стадии лобковые волосы доходят до внутренней поверхности бедра, половой член и яички увеличиваются до взрослых размеров, а грудь приобретает взрослый контур. Задержка полового созревания наблюдается, если прогрессирование половых признаков по шкале Таннера не началось к тому времени, когда 95% сверстников уже начали половое созревание. Обычно это означает, что половое созревание не началось к 13 годам у женщин и к 14 годам у мужчин. Более низкий уровень половых гормонов или гипогонодизм является центральным фактором задержки полового созревания. В результате половые характеристики недостаточно развиты. А необратимое бесплодие может возникнуть, если половое созревание так и не началось. Есть две основные причины гипогонодизма. Первый – это первичный гипогонодизм, который вызван дисфункцией гонат. Например, рецепторы гонат могут не реагировать на гормоны гонадотропина, или гонады могут не иметь здоровых клеток, способных вырабатывать гормон. К приобретенным причинам первичного гипогонодизма относятся лучевая терапия, химиотерапия, а также травмы. К врожденным причинам относятся генетические заболевания, такие как синдрон Клейнфельтера или Тернера. Независимо от причины, результатом является снижение или отсутствие тестостерона у мужчин или эстрогены и прогестерона у женщин. Это означает отсутствие отрицательной обратной связи по гипоталамусу. Это приводит к перепроизводству лютеринизирующих и фолликулостимулирующих гормонов, поэтому первичный гипогонодизм также называют гипергонодотропным гипогонодизмом. Вторая причина гипогонодизма, который также называется гипогонодотропный гипогонодизм, является то, что уровень лютеринизирующего и фолликулостимулирующего гормона низкий. Вторичный гипогонадизм может быть следствием дисфункции гипоталамуса или гипофиза, либо из-за неспособности продуцировать гонадотропин-релизинг гормон или лютеинизирующие и фолликулостимулирующие гормоны, либо из-за подавления другими гормонами, такие как пролактин или гормоны щитовидной железы. Причины вторичного гипогонадизма могут быть приобретенными, такие как опухоль гипофиза и гипоталамуса, а врожденные включают синдром Калмана и пангипопитуаризм. Общие причины включают хронические заболевания, такие как муковисцидоз или целиакия, чрезмерные физические нагрузки, недоедание или ожирение, а также стресс. Все это влияет на выработку гормонов гипоталамуса и гипофиза. Третья причина, называемая конституциональной задержкой, представляет собой временную задержку полового созревания, которая обычно не приводит к бесплодию. Как и при вторичном гипогонадизме, не хватает гонадотропин-релизинг гормона, но ключевое отличие состоит в том, что оно не считается патологическим, а считается естественным замедлением скорости созревания. Начало полового созревания все еще может происходить естественным путем, а также нормально прогрессировать. Как правило, в конституциональных задержках есть генетический компонент, и он передается по наследству. Задержку полового созревания обычно диагностируют путем сравнения полового развития человека со шкалой Таннера. Анализ крови на уровень гормонов может дать представление о типе гипогонадизма. А также подробный анамнез, включая оценка любых основных заболеваний, и семейный анамнез на предмет конституциональной задержки. Лечение зависит от причины. Конституциональная задержка может разрешиться сама по себе с естественным началом полового созревания и обычно не требует медицинского вмешательства. Если причиной является основное заболевание, необходима гормональная терапия для обеспечения начала и нормального развития. Также может потребоваться лечение бесплодия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова